С давних времен мы знаем, что человек умеет чувствовать не только морально, но и душевно. Но есть люди, которые не видят красоты природы или не слышат прекрасное пение птиц. Но они живут. Человек, рожденный слепым, не может что-то увидеть, и поэтому у него другое представление о мире. Но тем не менее, он ведет полноценную жизнь. Общество слепых и гордых Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолаговского и Бабайюртовского районов насчитывает порядка 850 человек, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, регулярно встречаются, общаются и проводят различные мероприятия. Хотелось бы поздравить вас с сегодняшним праздником. Расскажите немного о ваших подопечных. Сразу хочу сказать спасибо вам большое. Вы первые, которые нас поздравили с этим праздником, тем более первые, которые пришли. Спасибо огромное, что не забываете, действительно, часто приходите к нам. Хочу сказать, что в нашей организации 849 человек всего. Хотя было у нас за тысячу, но в этом году, в феврале, сделали маленькую организацию. Касбековский район, Гумбетовский район отделили от нас. И нас облегчили в этом плане. Из этих людей 391 человек, проживающих в Хасавюртовском районе. У нас на учете стоят инфекторы первой, второй и третьей группы. Это более нуждающаяся категория. Это первая группа инвалидов, это тотальники, люди еще с побочными другими своими болезнями, старые люди. Но мы стараемся как-то уделять им внимание, что можем по своим возможностям, по своим силам делать для наших инвалидов. Но в основном, раньше было так, что наша организация была в плане, давали материальную помощь, там устраивали какие-то мероприятия с подготовкой пакетов. И вот наши люди к этому повернули. Но мы сейчас это не проводим. Потому что у нас сделали нашу организацию реабилитационной. Мы сейчас большинство проводим реабилитационные мероприятия. Это такие, как праздники 8 марта, Новый год, День защитника Отечества, 9 мая. Вот мы организовываем, вот День слепых, День белой трости был недавно, 15 октября. Мы проводим застолье, черепитие, конкурсы, турниры, всякого рода застольные игры. Вот таким образом мы уделяем внимание нашим инвалидам, но не оказывая материальную помощь. Потому что финансово у нас нет таких возможностей. Несмотря на то, что людям с ограниченными возможностями оказывается поддержка государства, зачастую эта помощь остается лишь на бумаге. Несмотря на то, что праздник, не хотелось бы, конечно, говорить о грустном, но от проблем никуда не денешься. Они есть. У вас какая основная проблема? У нас очень много выездов, у нас очень много конкурсов, турниров, экскурсий, которые планируются. Вот мы в этом году планируем мероприятия на следующий год. Они у нас запланированы, мы их не провести не можем. Но каждое это мероприятие связано с выездом. А для выезда нужен транспорт. У нас больная тема транспорт. Уже не знаешь, кому обращаться. Мы уже даже своих инвалидов, которых куда-то вывозить, мы с них берем деньги за транспорт. Хотя это категория людей, нуждающихся в том, чтобы... Да, чтобы хотя бы внимание оказывали предоставлением транспорта, у нас этого тоже нет. Потому что куда не пойдешь с транспортом, нам говорят, это не общественный транспорт, это личное каждого. То есть нужно оплачивать. Да, надо оплачивать. Если вы не будете оплачивать, это нам нужно оплачивать. А вы не состоите у нас на балансе. Вы общественные организации. Изыскивайте сами средства. Я, если честно сказать, даже доходила до того, что говорили. Имейте совесть. Даже так. А кто спонсирует, кто финансирует вашу организацию? И почему так слабо? Не знаю. В последнее время очень тяжело стало финансовая помощь. Очень тяжело стало. От того, что я лично не имею права ходить. Посылают с письмом своих инвалидов. Но они тоже проходят с такими, в общем, обиженными лицами. Нас выгнали. Мы туда пошли. Нас выгнали. Нам говорят, что вот у вас здесь так много ходит. И поэтому мои инвалиды отказываются ходить. Вот уже который год я сама лично обращаюсь к директору первого центрального рынка, Умарову Гаджимураду. Вот он оказывает нам помощь. Выделяет 10 тысяч рублей. Но мне стыдно к нему с каждой своей проблемой. Не побежишь же к человеку. Раз дает. Это же не значит, что нужно постоянно к одному и тому же ходить. Помогают. Чеченская станция Автостоп. Чеченский рынок помогает КОРО. Наш инвалид тоже ходит к ним. Вот они выделяют средства. То есть сами ваши подопечные изыскают средства для того, чтобы, например, поехать куда-то. Да. Ну и помимо экскурсионных мероприятий и так далее, есть и плановые, да, на лечение, на обследование. Мы ездим на обследование в Каспийск в год, два-три раза. Мы везем инвалидов, договариваемся с руководством Института микрохирургии глаза. Они нас там ждут, бесплатное обследование проводят, бесплатное лечение, если есть назначение для наших инвалидов. Мы очень благодарны Алиеву, Адулхамеду, руководителю этого института, каким образом они к нам относятся, к нашим инвалидам. По крайней мере, ни одна клиника, ни один центр вот такое внимание нашим инвалидам не уделяют. Азавира Набиевна помогает нашим инвалидам. И СПП, они очень довольны тем, что мы так получаем. Руководите вы обществом уже 7 лет, да? Да, с 2010 года. Тяжело наверняка, очень много проблем, непонимания, нет поддержки. Коллектив, вот вокруг себя, какой вы сплотили, помогает, вот расскажите о нём, о вашем коллективе, о тех людях, которые поддерживают вас. Вы знаете, о своём коллективе вы зря не задали этот вопрос, это моя больная тема. Я о нём могу говорить очень много, много и много. Значит, есть что сказать. Есть что сказать. Вот у нас прекрасный коллектив, прекрасная организация. Если бы вы знали, какие люди у нас на учёте стоят. Настолько позитивные, настолько жизнерадостные, настолько вот люди, которые сами, находясь в таком положении, они готовы помочь любому. Вы понимаете, я от них не так, что я им что-то делаю, я от них больше вижу помощи, больше поддержки по отношению к себе. Мы здесь живём как одна семья. Вот реально и хорошее, и плохое, как одна семья. У нас нету, ну как сказать, разницы там, мужчина, женщина. Мы, мы все вместе. Вот у меня, здесь же не я одна руководитель, у нас бюро. Бюро состоит из девяти человек. При поддержке бюро только возможно что-то проводить. Если даже два человека против, мы или должны убедить этих двух человек, что это должно быть за. Или они убедят вас. Да, мы, всё согласовано. Любая поездка, любое мероприятие, всё согласовано. У нас председатель по спорту есть, Магомедов Шахбан. Председатель по культмассовым мероприятиям, Эль Мурза и Джамурза, проживающий в селении Тимирово. Моя правая рука, мой помощник, ну вот как бы как наставник, у меня есть с Новогагатли Магомедов Магомед Абакарович. Человек, который душой и всем своим временем, он в этой организации. Ну, как сказать, я даже не знаю, это наша общая одна ячейка. Даже вот любое, вот здесь люди к нам проходят с такой радостью, что бы мы здесь ни проводили. С радостью. Идут как к себе домой. И это, вот я же вам сказала сегодня, что у нас собираются по средам, когда вот это наш ВОСовский день. Но они у нас и в четверг, потому что городской КЦСО устраивает банные дни. Наши идут туда, да, сауна, банные дни, вот наши инвалиды идут туда. После этого там им накрывают столы. И после этих столов, застолий, как они после душа принимают, они обязательно проходят сюда в продолжение чаепития здесь у нас. Ну, в общем... То есть такая теплая атмосфера всегда. Очень теплая, да. Первое время были недовольства. Люди недопонимали, как бы, значение нашей организации. Проходили такие требования, выдвигали, которые даже своим детям не могли выдвигать. Ну, вот, что вот мы обязаны, мы обязаны. Потом за это время я им объяснила, что мы проводим только реабилитационные мероприятия. Ну, люди поняли, им нравится. Вот еще хочу я воспользоваться телевидением. Хочу сказать, что вот наши инвалиды, многие имеют индивидуальную карту реабилитации. Вот получают в ТЭКовскую справку и имеют индивидуальную карту реабилитации, в которой бывает указано, отмечено все, что они могут получить через фонд социального страхования. Это Боготуре 8 Махачкала. Вот. У нас выделяются тефлосредства. Это магнитофон, флешплеера с речевым выходом, тонометры, термометры с речевым выходом для инвалидов по зрению, для тотальности ПЭКов. Выделяются трости. Выделяется электронный ручной видеоувеличитель, который позволяет читать, делает в разы, увеличивает тексты. И это реально получить? Это реально получить, но наши люди не знают об этом. Я вот раньше постоянно говорила по телевидению, что вот так вот так можно это все получить через фонд социального страхования. А сейчас же переделали, надо идти с документами, этими в МФЦ, мои документы. Через вот МФЦ, через мои документы нужно подавать заявление ФСС. Раньше ко мне проходили, а сейчас вот нужно через них. Вот хотелось бы, чтобы они, наши инвалиды, услышали, что вот им нужно с индивидуальной картой реабилитации пойти в МФЦ и получить вот эти тефлосредства. Кому что конкретно? Да, да, да. У каждого прописано разное, что вот для каждого, там что нужно, категория первой группы, они не получают электронные ручные увеличители, потому что у них уже зрения нету. И там вторая группа получает тонометры, термометры. Это самое важное, нужно для людей. Сейчас и молодые страдают давлением. Поэтому вот хотелось бы, чтобы они вот это услышали и пошли. А в районных администрациях, в сель-администрациях есть люди, которые работают по этим вопросам. Даже можно не приезжать сюда, в районы МФЦ, а можно у себя на местах это проводить. Слепые люди отчасти счастливы. Для них главный внутренний мир. И когда смотришь на бы их глаза, кажется, они пронзают тебя насквозь и понимают, как никто другой. Так почему мы их не понимаем? Они нуждаются в нашей поддержке, в нашем внимании. Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой оказать помощь тем, кто так в этом нуждается. Всероссийское общество слепых расположено по адресу Горка Савюр, улица Октябрьская, 41.